Советские шесть соток возвращаются. Или почему закатывать огурцы снова в моде в России? С вами Павел Сюткин и вы смотрите Вкус Свободы. Очередная победная реляция пришла от Минсельхоза. Объемы продаж банок и крышек в 2023 году выросли более чем на 10%. И все это, как считают власти, благодаря небывалому урожаю овощей, превысившему прошлогодний на 20%. Вот только новость эта, как говорится, с двойным дном. И если приглядеться, не столь оптимистично. Во-первых, сразу отметим, что рекордный урожай обеспечен в основном за счет украинских территорий, которые с Россией навсегда. Насколько это навсегда, мы уже видели по плакатам в Херсоне, над которыми не насмехался только ленивый. Так что в свете развивающегося украинского наступления я бы поосторожнее рассматривал этот резерв урожайности. Но здесь есть, конечно, и изящные решения. Поскольку по конституции и Херсон, и Запорожье, и много там чего еще – это Россия, то и урожай с них можно считать российским. А следовательно, рекордным и практически не имеющим аналогов. А во-вторых, и это вот, пожалуй, самое главное. Я бы не очень гордился ростом продаж банок с крышками. Просто потому, что это говорит о достаточно грустной тенденции. Заготовка овощей на зиму – прямое свидетельство того, что люди понимают, свежие овощи, продающиеся в магазинах, и консервация может оказаться не по карману им зимой. И по большому счету все это воспроизводит милую советскую практику заготовок с шести сот. Вспомним, зачем вообще нужны были советскому человеку эти шесть сот. Только не говорите мне, пожалуйста, что для повышения благосостояния. Никого еще эти пять месяцев работ на грядке, по выходным, в отпуске с состоятельными людьми не сделали. С этими шестью сотками за полвека накопилось немало мифов. Вообще-то придумал их еще Сталин. 24 февраля 1949 года вышло постановление Совмина СССР о коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих. И именно там и возникли эти самые пресловутые шесть соток. Конечно, тогда это распространялось главным образом на ветеранов, инвалидов войны. И лишь позже, уже при Хрущеве, приобрело широкие масштабы. Зачем это вообще нужно было советской власти? Садоводству, как говорится, покорны все возрасты и все профессии. Удивительно демократичное занятие. Ну, сами посудите. Вот, к примеру, шофер. Студентка. Инженер. Тоже инженер. Руководящий работник. Есть очевидная причина. Отправить граждан на подножный корм в свете нарастающего дефицита всего и всем. И это, конечно, верно. Но, как мне кажется, была еще одна, как сегодня сказали бы, незадокументированная функция. Отвлечь народ от ненужных мыслей. Ведь что делать простому советскому человеку в выходные? Кто-то вспомнит театр, цирк. Ну, скажем прямо, простой советский человек в выходные не отказывал себе в главном национальном удовольствии. Пропустить рюмочку, а то и бутылочку. И это правильно. Поскольку это, во-первых, пополняло государственный бюджет, а, во-вторых, отвлекало от ненужных мыслей и умозаключений. Ну, поскольку с пьянством при Хрущеве тоже пытались бороться, на первый план выходило вот это самое вольнодумство. В армии есть простой рецепт от этого. Солдат не должен думать, солдат должен, ну, скажем, мягко устать. Похоже, именно эта идея и вдохновила создателей проекта 6 соток. Основная мысль состояла в том, что население должно быть занято. Но так, чтобы, не дай бог, ничего не заработать. На то есть хороший пример. Белка в колесе. Вот вроде и занята, крутит, крутит без перерыва. Но толку от этого ни белки, ни колесу никакого. Вот так и сдача. Выращивать можно было только для себя. Петрушку, огурцы, укроп, астры. Но если вам в голову придет засеять все свои 6 соток тюльпанами, добром это не кончится. Правление вызовет милицию, которая даст указание скосить все на участке, да еще и отобрать его у вас за злоупотребление добротой советской власти. Ведь каждому ведь понятно, что выращивали вы тюльпаны не для собственного удовольствия, а для продажи. Ножиться, значит, решили на нашем советском народе, который в это время в топке, в домне, не покладая рук. Ну, кульпом. Так что оставалось простому советскому человеку. На даче лишь солить огурцы и помидоры, варить варенье и смородины. Впрочем, всем же сегодня так хочется вернуться в Советский Союз. Декоративные выборы, опереточный парламент и пожизненный дорогой Владимир Владимирович у нас уже в наличии. А желание отвлечь население от неприятного вопроса, зачем вообще эта преступная война, как никогда актуально. Переходим к заготовкам еды.